Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о теплицах. Что сделать, чтобы болезни и вредители не досаждали нам в этом сезоне. Пройдемте в теплицу. Значит, если вы в прошлом году продевали сезон выращивания овощей, у вас до Нового года росли зеленые культуры, дорожчивалась капуста, значит, что вы не успели помыть просто-напросто теплицу. Хотя это рекомендуется делать зимой. Стало холодно, вода замерзала, теплицу помыть как бы невозможно. Эту работу необходимо сделать весной. Почему? Потому что на поликарбонате теплица вроде долговечная, а вот на самом поликарбонате, на самих этих листах могут быть споры болезней, а также могут быть отложены, яйца, вредители. Даже те же самые вредители точно так же могут сховаться на нашей теплице. Какие места особенно, как бы, ну, такие наиболее опасные для нас, садоводов, но наиболее благоприятные для всех вредителей и болезней нашей теплицы? Вот именно вот эти арочки, где примыкают, примыкание арочек к поликарбонату, это излюбленные места, где зимуются многие вредные объекты. Поэтому будем уделять особое внимание, как помыть теплицу. Если вы там смотрите ролики, значит, вы замечали, что многие авторы, значит, рекомендуют брать трапку, брать поролон и мыть теплицу. Это, конечно, все хорошо, но из своего опыта я замечу, что ни трапка, ни поролона, вот эти стыки, которые между теплицами, примыканием в дуги и теплицы, помыть очень трудно. Я использую щетку, но щетку необходимо использовать только мягкую, которая с мягким ворсом. Почему? Если мы будем использовать лишь бы какую щетку, значит, мы можем просто-напросто поцарапать наш поликарбонат. Ну, что, сами знаете, создает проблему в каком отношении. Поцарапанный поликарбонат хуже пропускает свет, ну и, конечно, его потом хуже мыть. Больше грязи застревают в эти стели. Ну, для того, чтобы правильно помыть теплицу, нам необходимо подготовить необходимый инвентарь. Что нам необходимы из инвентара? Ну, во-первых, нам необходимы перчатки. Необходимы перчатки, обязательно перчатки. Далее, что надо? Недный стаканчик. Ну, чем лучше деление видно, тем лучше, конечно. И чем мыть теплицу? Если вот у вас вот эти ролики, я не в одном ролике, как бы я просмотрел ролики и по телевидению, и в интернете, как бы все очень обтекаемые. Моем теплицу теми средствами, что предназначено для пластмассы. Это очень обтекаемо. Я мою своим об этом поделюсь, все делаю гораздо проще. Для этого я беру обычное хозяйственное жидкое мыло. Значит, жидкое мыло, мне на 10 литров воды я воду буду растворять, мне необходимо 80 мл. Отмирать буду стаканчиком. Далее, для того, чтобы наша теплица, ну, не только мылась, ну, заодно и дезинфицировалась, будем добавлять дезинфицирующий раствор. В качестве дезинфицирующего раствора я использую средство, которое у нас в Беларуси, белизна называется. Ну, это тот же самый хлорамин, можно использовать тот же самый хлорамин, который есть. Известь хлорная или хлорамин есть, он тоже есть в продаже, точно так же можно применять их. Ну, значит, доза применения 50 мл на 10 литров воды. Все это буду смешивать в емкости, смешиваю в воде, размешал, и после этого, значит, будем, как размешали, будем мыть нашу теплицу. Значит, повторюсь еще раз, что особое внимание будем уделять не только поверхности поликарбоната, но и вот этим примыканием арок к поликарбонату, потому что именно там находятся многие вредные объекты. Ну и далее не забываем, что мы теплицу промыли половину, кусочек теплицы, сразу высерли. Где-то у нас, вот трапка тут подойдет нам идеально. Подойдет идеально трапка, сразу повытирать, потому что иначе быстро солнце весеннее, греет быстро, оно высыхает. Ну, если погода пасмурная, значит, высыхать не так быстро, поэтому теплица более чистой, там можно большую площадь помыть, потом вытерать. А так, если вы будете оставлять, это грязь как будет оставаться на вашей теплице, не будет вытираться. Ну, может быть, такой вариант, что ваша теплица находится на даче, и каждый день туда приезжать вы не имеете возможности. Наши стекла вы помоете, поликарбонат помоете, это однозначно. А вот как сохранить тепло? Я вам покажу, что будет аккумулировать тепло в нашей теплице, не дать промерзать почве. Эта подсказка очень простая. Значит, в нашей теплице мы установим бочку с водой. Ну, чем больше емкость, тем лучше. 100-200 литров такой бочки достаточно. Ну, если нет, подойдут бочки на 50 литров. Просто их будем располагать в шахматном парадке по вашей теплице. Расположили, залили водой, вода днем будет нагреваться, ночью испараться, и мороз не будет залазить в вашу теплицу. Ну, кроме того, почву мы покроем полиэтиленовой пленкой. Значит, пленка будет, что давать? Почва будет в теплице скорее прогреваться, станет более теплой. Это раз. И, во-вторых, влага из почвы не будет испараться напрасно в атмосферу. Так что эти подсказки вы обязательно используете в своей работе. Они вам очень понравятся. И это именно для тех, кто не может приезжать каждый день в вашу теплицу, для того, чтобы делать какие-то работы. Вы будете приезжать пусть раз в неделю, но ваша теплица уже будет готова к вашим посевным работам. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok